Дмитрий, приветствую вас. Да, приветствую. Сейчас в информационном пространстве все чаще всплывает тема того, что Украине, наверное, следовало бы разрешить удары по России дальнобойным оружием Запада. Ну, Запад пока отнекивается, мол, нет, мы не давали на это разрешение, мы не согласны, это повысит градус эскалации и все в таком духе. Но и заговорили ведь они тоже об этом как бы неспроста. Вот что повлекут за собой такие удары и как они повлияют на ход этого конфликта? Дело в том, что такие удары давным-давно уже разрешены режиму Зеленского и натовской частной военной компании ВСУ. Потому что, как мы знаем, беспилотники, камикадзе, в которых 50-100 килограмм взрывчатого вещества, они себе долетают и на 500, и на 1000 километров. Поэтому сейчас говорить о неких разрешениях от западных стран, это, знаете, игра в пользу бедная, потому что объективно уже эти удары наносятся, уже, собственно, есть и там ущерб значительный от этого всего. И сейчас просто западные страны хотят себе на ровном месте получить дополнительный рычаг для давления на Российскую Федерацию путем воссоздания такого эфемерного, так сказать, разрешения на применение дальнобойного оружия. Хотя по факту мы видим, что западные страны себя не ограничивают ни в чем. Также вот очень характерный такой вот пример, когда со стороны Финляндии, вот, беспилотниками камикадзе четыре раза был атакован военный аэродром, где находится стратегическая авиация вот, в Мурманской области. Поэтому говорить о том, что западные страны, как бы, там, что-то не разрешают своим наемникам, это, конечно же, вот история, которая в первую очередь можно вот характеризовать как конкретно информационная спецоперация для того, чтобы, собственно, получить максимально выгодные какие-либо условия по тем или иным направлениям от России. И я такую вот активную информационную кампанию со стороны западных СМИ и со стороны западных, собственно, стран, естественно, распринимая именно с этой точки зрения, потому что ни для кого не секрет, что у западных стран план на боевых действий с Российской Федерацией, он расписан на несколько лет вперед. И там все это дело давным-давно заложено. И в этом плане здесь мы просто наблюдаем информационную спецоперацию, когда хотят сделать рычаг на ровном месте, когда по факту давить на Россию больше нечем, потому что санкции они вроде как уже все придумали. Сейчас уже, можно сказать, идут по второму кругу. И для того, чтобы хоть как-то, чтобы какие-то хотя бы рычаги себе создать, делаются вот такие информационные спецоперации. Да, беспилотниками они действительно уже давно атакуют территорию России. Но в данном случае, насколько я понимаю, речь идет вот о ракетах в первую очередь. Ну, те же Шторм Шэдоу и так далее. И вот это вот обсуждение, оно же ради этого и затевается. Насколько я, по крайней мере, понимаю. Если брать просто объективно применение ракет, то вот по территории Курской области регулярно наносятся удары, например, Хаймасы. Это те же самые ракеты. У них дальность не такая большая, но тем не менее. Если мы говорим за вот крылатые ракеты Шторм Шэдоу с атакой АМС, то да, это вот и баллистические крылатые, которыми пока еще в глубь территории России не били. Но зачем, если сейчас мы наблюдаем, что вот это все-таки прокси-война. И поэтому сейчас просто поставляют микрореактивные двигатели для того, чтобы на территории вот оккупированной блоком НАТО бывшей Украинской Советской Социалистической Республики просто собирали реактивные дроны, которые по своим тактико-техническим характеристикам вот вполне могут сравняться и с крылатыми, и с баллистическими ракетами. И вот по этому поводу вот так же идет работа, об этой работе публично говорят, использование реактивных беспилотников с самыми новейшими натовскими реактивными двигателями. Это вот все происходит. И несложно догадаться, что эти реактивные двигатели вот нового поколения естественно на территории вот подконтроля режима Зеленского не выпускаются. Ну и в обычном магазине в США или в Евросоюзе такие двигатели тоже не купите. Поэтому здесь опять же речь идет о том, что вот да, ракеты не применяют, но применяют тем не менее беспилотники, которые фактически делают ту же самую работу. Мало того, если например сравнивать вот насколько сложно переходить например ракету АТАК-МС или ту же Крауту ракету, что там Шердос, и сравнить с вот перехватом беспилотника, то беспилотник переходить порой значительно сложнее. И с учетом того, что туда уже с учетом технологии 21 века можно засунуть гораздо более интересные авиальники, чтобы он ниже летел, ну и собственно чтобы дальность была увеличена. Тем не менее Зеленский, он насколько я понимаю полетел в Нью-Йорк, в том числе и для того, чтобы добиваться этого разрешения. Или вы думаете, что может быть есть какая-то другая цель в этой поездке? С учетом того, что Зеленского везли туда на борту военно-транспортного самолета, то есть за ним даже не прислали какой-нибудь правительственный там борт, его везли получается таким техническим рейсом с польского аэродрома Жешев, конкретно вот с военной базы фактически американской, на другую военную базу американскую, то мы видим, что в отношении Зеленского очень серьезно понизили уровень его восприятия в США. Возможно это связано с его грядущими выборами и собственно ему показывают, что его уже не воспринимают как некого такого полноправного гуляйтера территории, а все-таки уже серьезно думают над его заменой. Либо после выборов, либо еще в каких-то других процессах, но очевидно, что подобного рода унижение для Зеленского, когда его фактически как технический персонал американский просто везут с польского аэродрома Жешева в США, это естественно дает понять, что все-таки никакой субъектностью режим Зеленского не обладает, от слова совсем, и собственно даже вот он вынужден в этот режим смиряться с подобными унижениями, когда его вместе с тех персоналом просто отправили на доклад хозяева. Ну, кстати говоря, он уже успел пройтись, раз уж упомянули выборы в Америке, он уже успел пройтись по кандидату в вице-президенте Венсу и сказал что-то в духе того, что ему неплохо было бы подучить историю в контексте вот тех территориальных уступок, о которых якобы говорил Венс. Но это, наверное, странно, учитывая то, что пока исход выборов в Америке не ясен, а Зеленский уже как бы настраивает против себя потенциального вице-президента. Объективно мы видим, что режим Байдена – это, можно сказать, та вот американская администрация, которая вот вместе с Британией, она стоит за вот конкретно прокси-военой с Российской Федерацией путем вот использования Украины, украинского народа в этих целях. И, естественно, для вот выборов, для того, чтобы усилить банду демократической партии в США, конечно же, используют режим Зеленского и ему спускают темники, что говорить, как говорить. И он это озвучивает, потому что объективно, когда зайдет другая команда, которая вот имеет, ну, мягко говоря, не такой уровень вот коммуникации с вот подобного рода американским активом вот на территории вот бывшей Украинской Советско-Социалистической Республики, то очень большой риск, что вот приоритеты поменяются и, собственно, вот операцию по вот войне с Россией могут свернуть, потому что там же все равно упирается все в деньги. Американские и британские корпорации воспринимают вот Украину как свой актив, свою частную собственность и, в первую очередь, это земля, полезные ископаемые. Вот, но с учетом затрат, которые сейчас вот идут, мягко говоря, невыгодно западным странам ввязываться в какую-то долгую историю. В первую очередь, это обусловлено сумасшедшими затратами на частную военную компанию ВСУ, потому что там, по разным данным, около миллиона получается вот наемников натовских, которых нужно кормить. Каждый из этих наемников получает там тысячу-две долларов зарплаты. Вот, этих всех наемников можно еще вот одеть, обуть, дать оружие, дать военную технику. Ну и, собственно, параллельно с этим также нужно содержать натовским странам. Это полицаев по всей стране, это тоже сотня тысяч. Также нужно вот банды ТЦКшников содержать, которые вылавливают украинцев и загоняют их в НАТО, исключая КВСУ. И это также вот инфраструктура. Сразу же здесь идут и прокуроры, и судьи, вот, служба безопасности Зеленского. То есть, это все очень и очень большие громоздкие структуры, которые без денег просто не работают. И сейчас все это премия затрат ложится на США, на Евросоюз и немного на Британию. И они, конечно, не в восторге от этого. И, естественно, каждый раз идет перепросчет, насколько все-таки им целесообразно сейчас вот вкидывать еще больше денег для того, чтобы все-таки отстоять свою частную собственность в виде украинской земли, украинских недр. Вот, потому что объективно русская армия, как они могли заметить, не планирует каким-либо образом останавливаться на достигнутом, а планирует все-таки натовских оккупантов выбить с нашей земли, потому что все равно это наша большая родина. И до границ Польши все-таки объективно нужно все-таки натовских наемников гнать. Непонятно только, для чего нужны вот эти банды ТЦКшников, о которых вы сказали, учитывая то, что Зеленский не так давно заявлял, что потери там составляют около, я боюсь ошибиться, он, по-моему, цифру около 85 тысяч называл. Ну, дело в том, что это, конечно же, чистая ложь, потому что даже вот со спутников можно наблюдать, как увеличиваются кладбища, и уже даже есть в социальных сетях вот различная аналитика в отношении того, что только если там взять кладбище там одной Харьковской области, то это уже больше 80 тысяч, ну, а за остальные, естественно, так же и говорить не приходится, так же вот сами режимники Зеленского анонсировали создание под Киевом гигантского военного кладбища на 150 тысяч в посадочных мест, в кавычках, и такие вот тренды, они говорят о том, что, естественно, режим Зеленского максимально занижает потери, ну, а что касается вот обычных людей, то они все это видят, и поэтому сейчас идет массовое дезертирство из НАТОСКО ЧВК ВСУ, это называется со зачетом, самовильное залишение частыны, вот, сейчас для того, чтобы вот хоть как-то эти сотни тысяч сбежавших, по сути, украинцев из НАТОСКО ЧАСТНОЙ военной компании вернуть обратно, Верховная Рада Зеленского приняла даже отдельный закон и декриминализировала, получается, дезертирство, вот, рассказывая за то, что в рамках закона они, если сами вернутся опять в НАТОСКО ЧВК ВСУ, то тогда у них не будет никакой криминальной ответственности, мало того, им даже денег каких-то компенсируют за вот время отсутствия, то есть подобные законы говорят о том, что нет инструментария вообще никакого каким образом заставить людей, тех, кто уже вот сбежали из НАТОСКО ЧВК ВСУ, вернуться туда, потому что ни полицейские, ни другие военные структуры различные, они просто не горят желанием связываться с этими людьми, которые имеют боевой опыт, которые имеют оружие, ну и могут элементарно отстреливаться, когда их попытаются насильно загнать обратно, поэтому сейчас стараются загнать именно простых украинцев, которые всячески вот стараются избежать участи, попасть в окопы, которые не имеют боевого опыта, но тем не менее они являются для Пентагона очень дешевым, таким пушечным мясом, и это надо понимать, причем здесь можно заметить, что англосаксы действуют по стандартному принципу, как вот они действовали в Сирии, когда они оккупируют какую-то территорию, они сгоняют людей сразу где-нибудь в какие-то палаточные лагеря, где просто нет работы, и все сразу там стоит очень дорого, и у мужчин просто нет возможности где-либо там заработать честно денег, кроме как пойти в американские, британские вот прокси вот террористические формирования, чтобы там с оружием в руках выполнять их задачи, то есть мы видим, что вот сейчас в Украине создают искусственно такую ситуацию, когда экономика фактически не работает, когда рабочих мест объективно нету, и главным работодателем является натовская частная военная компания, только там можно заработать, ну а где-либо можно выживать каким-либо образом, но это достаточно проблематично, особенно если вот нет родственников за границей, или каких-то серьезных активов, там, заначек и так далее, и вот по такому принципу сейчас вот натовская ЧВК функционирует, и это, конечно же, для украинского народа очень большая трагедия. Вы сказали об этом массовом дезертирстве из ВСУ, и тут, знаете, что вспоминается, они когда-то потешались над Россией в том плане, что ЧВК Вагнер, они вербовали заключенных в свои ряды, а когда у них начало происходить то же самое, то почему-то ничего не ёкнуло, как бы, и воспринимается это все абсолютно в порядке вещей. здесь стандартная история, потому что немного чего потешались, но потом, когда вот уже началась серьезная войсковая операция, началась серьезная война, тогда все вот это потешание, весь этот юмор, он сразу улетучивается моментально, когда вот все вот эти юмористы сталкиваются со смертью, со смертью своих близких, то есть естественно мировоззрение меняется, но если все-таки смотреть в начало боевых действий, то даже вот в самом начале также по украинским тюрьмам, я это точно знаю, ходили вот вербовщики из НАТОСКО ЧВК ОСУ и также загребали людей в окопы, то есть по факту это было и в самом начале, несмотря на юморину там по телемарафону Зеленского на этот счет, но это естественно просто усилилось потом уже когда объективно пушечного мяса Пентагону стало не хватать и тогда уже более, так сказать, не в добровольной форме, а уже больше в добровольно принудительной просто вот людей из мест не столь удаленных стали загонять в окопы путем создания им невыносимых условий перебывания в тюрьмах и вот таким вот образом шантажом, запугиванием то есть людей из тюрем также вот загоняли в НАТО с кучей ВК ВСУ то есть такие процессы шли идут и сейчас просто проблема в том, что тюрьмы переполнены как раз вот теми украинцами, которые настроены пророссийски, которые не хотят воевать с русской армией и которые естественно делали все возможно для того, чтобы НАТОвский режим он поскорее бежал с нашей земли и поэтому этих людей НАТОвской военную технику взрывать склады боеприпасов и так далее и сейчас вот они можно сказать в плане вербовки людей из тюрьмы уже можно сказать кусают себя за хвост потому что кроме этих людей там уже особо никого не осталось кого можно отправить так в окопы кстати уже регулярно появляются видео вредят не на фронте но на гражданке вполне себе активно вредят то есть можно часто увидеть видео где в Киеве или в Одессе горят военные машины или ВСУ или тех же работников ТЦК но пока наверное не так массово как хотелось бы но знак наверное тревожный для Киева как думаете? Здесь партизанское движение в любом случае будет только набирать обороты и это касается и Одессы и Львова и там Харькова и других городов и это только то что мы видим потому что ни для кого не секрет что есть отдельные распоряжения максимально скрывать факты нападения на сотрудников ТЦК на полицейских которые содействуют ТЦКшникам в поимке людей и факты их убийств вообще озвучивать запрещено и это замалчивают максимально и понятно почему потому что тогда естественно сложнее будет мотивировать банды ТЦКшников заниматься тем чем они занимаются именно поэтому банды ТЦКшников как можно заметить на видео до зубов вооруженные автоматами пистолетами бронежилетами казалось бы фронт за сотни километров но тем не менее вот не понимают что вот репрессии в отношении простых людей они несут определенные риски их могут начинать у них стрелять люди и поэтому вот мы видим вот такой вот максимальный уровень защиты от украинского населения и естественно если говорить за вот НАТО частную военную кампанию то здесь мы конечно же не можем видеть какие-то красочные кадры там как БТР говорит и так далее но когда в сети появляются вот документы о количестве вот неработающей натовской техники которая просто не доезжает до поля боя по ряду причин то у них там какой-то блок сгорел то там у них собственно вот с двигателем что-то не то и так далее то вот такие вот маркеры они четко говорят о том что украинцев которые делают все возможное для бегства натовских оккупантов их натовска ЧВК также хватает и они естественно методично выводят из строя технику ну и конечно же сообщают российской стороне необходимые данные для того чтобы удары вот искандерами и другими системами вооружения наносились более точно и именно в те скопления вот натовской техники и личного состава куда надо и как можно заметить это очень результативно происходит особенно это можно заметить по прилету училища связи в Полтаве где вот погибло вот под 300-400 вот отборных натовских наемников операторов их передронов операторов систем связи и так далее и даже пилотов в 16 я только вот чего не могу понять как бы да многие украинцы ведь наверняка вот это вот ложь осознают о том что потери у нас якобы нет а при этом людей насильно хватают на улицах принуждают как вы говорите заключенных создавая им какие-то не самые лучшие условия идти на фронт они все это видят но вот это вот противостояние между простыми украинцами и теми же ТЦКшниками почему-то в активную фазу не переходит а что должно случиться для того чтобы украинцы как-то стали сопротивляться более активно как вы считаете или вот все эти как вы сказали полицаи в лице СБУ ТЦК полиции они просто-напросто не допустят этого дело в том что с учетом опять же особенностей партизанских движений нужно понимать что любое партизанское движение любой партизанский отряд даже если он состоит из двух человек они находятся в котле то есть по факту им не подвезут в нужном количестве боеприпасы их не снабдят в нужном количестве военной техники и так далее и любые партизанские движения направления они будут действовать до прихода русской армии максимально делаю все возможное для того чтобы русская армия скорее пришла то есть это нужно понимать и нельзя рассчитывать на то что вот там несколько областей до прихода русской армии просто освободят партизаны потому что их там много и потому что они там перестреляют там банды ТЦКшников и полицая то есть с учетом опять же вот логистики с учетом вот того что в нужном количестве вооружения им не предоставят то у натовских наемников к сожалению вооружений ресурсов будет всегда больше и поэтому здесь нужно все-таки ориентироваться на то что партизанские движения это вот те структуры которые работают параллельно а вот уже когда приходит армия тогда они уже просто вливаются в ряды русской армии и начинают действовать совместно то есть вот по такому принципу естественно происходит и на территории бывшей УССР и в этом плане вот можно только поаплодировать что люди несмотря на уровень террора несмотря на уровень натовской разведки особенно технической когда там каждый телефон каждый там мессенджер просвечивается прослушивается и так далее вот они находят себе силы и наносят достаточно ощутимый удар и пустыкают под откосы поезда и жгут релейные там шкафы и уничтожают различную натовскую технику вот в городах ну и естественно вносят свою лепту в уничтожение натовской военной техники уже конкретно натовской ЧВК ВСУ поэтому здесь вот с учетом этих процессов можно просто вот увидеть что на самом-то деле украинский народ все больше и больше понимает кто на самом-то деле оккупант а кто освободитель и собственно счет как говорится над фаблой безусловно безусловно тут работа партизан никто ни в коем случае не обесценивает потому что она хоть и не видна но тот или иной результат она приносит так или иначе но вот если немного отмотать наш разговор назад вернуться к этим разговорам о том что Украине наверное следует разрешить наносить удары дальнобойным оружием по территории России это же все те шезвения вот этой вот цепи эскалации которую последовательно раскручивает Запад на протяжении вот всего этого времени что длится конфликт и глава нашего государства не так давно заявил о том что в качестве одного из мест возможной эскалации они видят Беларусь а почему именно Беларусь как вы считаете потому что есть же та же Молдова где есть фактор Приднестровья и где организовать что-то было бы гораздо проще есть та же Польша но им не дает покоя почему-то Беларусь здесь я думаю что ответ очевиден Беларусь это союзное государство это естественно сограница с Евросоюзом и для того чтобы максимально вот европейским компаниям постараться обрубить все возможные коммуникации с Беларусью и вот нанести экономические вреды Беларуси и Российской Федерации то выгодно создать прямую эскалацию и боевые действия на границе Евросоюза таким образом создается такой вот интересный прецедент когда западные страны вынуждены будут реагировать на то что их прокси-войска будут уничтожать белорусские вооруженные силы и естественно это будет аргумент для того чтобы максимально вот опять же ужесточить инстинкционную политику и наносить больше экономических ударов то есть скорее всего именно в этом логика плюс Беларусь это страна которая входит в ОДКБ ну и таким образом получается Российской Федерации нужно будет реагировать и оттягивать также ресурсы с основного фронта на вторичный фронт для того чтобы посодействовать максимально быстрому освобождению белорусской земли ну такая тактика у них уже не сработала в Курской области помните там насколько я понимаю тоже расчет шел на то что Россия она перебросит части с Украинского фронта для того чтобы выбить ВСУ с Курской области этого не произошло а ВСУ так или иначе выбиваются оттуда в любом случае вот они увеличили вот границу боевых действий и вынуждены там сжигать очень большое количество резервов но с учетом того что и у российской армии было достаточное количество резервов то этими резервами в принципе безболезненно для основных направлений перекрыли вот собственно основное направление но также стоит заметить что там еще не выбили натовских наемников с Курской области как раз благодаря тому что не благодаря тому что так получилось не хватает сейчас свободных военных ресурсов для того чтобы быстро эту территорию вот освободить от натовских наемников возможно в этом есть конечно же замысел российского генштаба для того чтобы вот эта территория вот вокруг поселка или города Суджи чтобы все-таки это была такая вот постоянная вот черная дыра для вымывания ресурсов с других территорий и подкреплений то есть таким образом ослабляя вот основные направления удара но это мы уже узнаем наверное после войны ну а сейчас мы наблюдаем что каждый день вот в русской армии есть продвижение иногда по чуть-чуть иногда вот в большом таком масштабе и в этом плане сбавлять темп судя по всему русская армия не планирует ну а вот со стороны нарусской ЧВК там у них очень серьезные проблемы и в плане резервов так точно ну и здесь я думаю что время покажет все-таки какая тактика более результативная а все-таки в чем был замысел как вы считаете мы с вами не беседовали об этом крайняя наша беседа была еще до вот этих событий начала августа до вторжения в СУ в Курскую область но что был расчет как вы считаете тут несколько вариантов видится могу ошибаться конечно один из них это посеять панику в россиян мол посмотрите ваше руководство не способно вас защитить иностранные войска вторглись на вашу территорию второе это вот это вот медийная кампания показать западу мол мы еще что-то можем видеть не только защищаемся но и наступаем и третье это опять же повысить градус эскалации и спровоцировать Россию на применение ядерного оружия вот вы все-таки как считаете для чего они это затевали изначально с учетом наших данных которые вот сейчас все больше и больше подтверждаются особенно с учетом вот недавних отставок заместителей главы гур пана Буданова очевидно что глава главного управления разведки Зеленского очень долго обещал что он захватит Курскую АЭС и это будет инструмент шантажа президента России Владимира Путина и таким образом они смогут заставить Россию вывести войска с других областей с Херсонской с Запорожской и так далее и вот с помощью этого ядерного шантажа достичь всех своих целей и быть победителями так сказать с минимальной затратой ресурсов мы видели первый заход натовских наемников под флагами так называемой РДК террористической организации которая на правах частной собственности принадлежит блоку НАДО вот медийная компания была достаточно широкая поддержка была и польских наемников также и вот белорусов туда также направили которые предали белорусский народ и вступили в подразделения полки Калиновского и прочие структуры которые финансируются и также принадлежат на правах частной собственности блоку НАТО и тогда их ждал полный разгром полный фиаск никто их тогда не поддержал они по наивности полагали что их кто-то там видимо должен поддерживать среди местного населения но собственно местное население отнеслось к ним так как надо как к предателям и тогда эта операция она потерпела крах мало того вот тогда ВКСРФ нанесли очень такие точные удары которые сорвали многие планы тогда и в такая полномасштабная операция так и не случилось мы видели просто так сказать блекло ее отражение но Пан Буданов по нашим данным регулярно убеждал вот американских хозяев о том что если ему дадут карт-бланш то он точно захватит Курскую АЭС быстро туда дойдет и ему дали все необходимые ресурсы ему дали лучшие подразделения штурмовые бригады ему дали группировку из около 30 тысяч отборных натовских наемников которые пройдены которые прошли боевые действия несколько лет сняли вот бригады эти с донецкого направления и вот попытались прорваться от Курской АЭС этого у них не получилось и по этому поводу сейчас идет очень большое разбирательство и по нашим данным пана Буданова скоро на должности уже не будет потому что такие вот просчеты не прощают такие провалы собственно никто забывать не будет и сейчас будет просто каскад увольнений потому что эти люди не оправдали ожидания американских своих кураторов и их будут менять тоже слышал кстати что над как вы говорите паном Будановым начинают сгущаться тучи а кого могут поставить на замену дело в том что здесь вот как говорят в народе вот перестановки кроватей в борделе качество услуг не поменяется вот будет другая голова которая будет исполнять роль руководителя данного террористического по сути подразделения и говорить о том что там хоть как-то качественно может работа поменяться это вряд ли просто ожидать единственное что может произойти в таком глобальном масштабе так это то что они будут делать упор на невоенные методы ведения войны в виде ограбления например российского населения или белорусского населения через так называемые колл-центры когда вот они садят толпы мошенников вернее толпы так сказать операторов колл-центров которые занимаются мошенничеством и вымогают под видом различных там манипуляций алгоритмов данные личные или там банковских карт белорусов россиян и таким образом просто грабят то есть вот такие методы сейчас вот они в них преуспели к сожалению и я думаю что сейчас конечно же буду делать акцент именно на этом ну и стоит надеяться конечно что и белорусские российские банки сделают все необходимое для того чтобы максимально жестко пресекать все вот эти мошеннические операции потому что такие экономические удары это также вот очень и очень нехорошая история а как все-таки работают эти колл-центры нет я понимаю схему работы потому что и мне тоже звонили случалось но кого туда напирают звонят в том числе и мужчины дают бронь вот как это устроено в принципе организаторов колл-центров их делают неприкасаемыми организаторы колл-центров они платят по нашим данным где-то тысячи 17-18 долларов в месяц и собственно это индульгенция от всего то есть это люди неприкасаемые их не имеют права вообще там никто трогать и даже вот криминальные элементы не имеют права даже в их сторону на эти косо смотреть вот естественно в эти колл-центры набирают в основном людей которые вот либо вот инвалиды либо вот получили ранения вот и вынуждены жить на 600 гривен то есть это там 18 долларов в месяц естественно прожить невозможно и предлагают работу то есть и все вот эти вот раненые которых сотни тысяч их вот стараются у тех которых язык подвешенный которых там голова хоть немножко соображает вот их сразу загоняют на обучение вот этим обучением там они просто расписывают как вот работать по вот алгоритмам телефонного звонка и вот эти люди по инструкции вот используя специальное программное обеспечение которым масса уже вот они просто через подставные номера телефона просто отрабатывают инструкцию которую им вот диктует программа ну и в случае там того что психология человека достаточно глубоко изучена уже эти алгоритмы результативные и как следствие мы видим что происходят мошеннические действия то есть сейчас с учетом того что государства Украины уже давным-давно нет есть вот некие его обломки и натовская оккупация естественно вот помимо террористической деятельности также разрешена еще и криминальная деятельность то есть это конкретно мошенничество и с учетом того что мошенничество фактически режим Зеленского легализировал особенно на территории других стран России и Беларуси то мы видим сейчас что это полноценное такое мошенническое криминальное образование в которое превратилась вот некогда цветущая богатая страна которая досталась вот по наследству украинскому народу и сейчас вот мы видим что ее уничтожили и по итогу получилось то что получилось и конечно же естественный процесс сейчас идет это воссоединение народа и изгнание натовских оккупантов наверное спрошу прямо а денежки куда идут они идут на нужды фронта как это называется или распределяются по карманам организаторов всего этого процесса до фронта обычно ничего не доходит потому что финансирование натовской частной военной компании это проблемы блока нато то есть это сша финансирует британия евросоюз и так далее мы точно знаем что деньги которые мошенническим путем попадают к этим мошенникам они тратят на богатую жизнь вот это люксовые внедорожники спортивные машины феррари бентли в таком формате сейчас сейчас в киеве днепропетров петро одессе этого также хватает также естественно это безбедная жизнь за границей то есть это там яхта виллы и все остальное все развивается именно вот в этом алгоритме вот про эту провокацию в отношении Беларуси по какому сценарию как вы считаете они попытаются выкрутить градус эскалации еще выше если вдруг на это пойдут речь шла о том что для этого могут быть использованы беспилотники которые ну время от времени пересекают белорусское воздушное пространство но есть у них наверняка и другие сценарии вот тот же полк Калиновского который вы сами упоминали не так давно вот как вы думаете каким образом это может быть реализовано если дело до этого дойдет я думаю здесь нужно посмотреть как это происходило в Курской области части снабжения вот части например РЭП части например операторов беспилотников и так далее они естественно возьмут лучших кто у них есть из надовской частной военной компании вот в плане штурмовых подразделений и прочих они естественно будут использовать поляков грузин немцев британцев то есть те кто фактически являются их спецподразделениями я уверен что будут использоваться и вот кадровые подразделения и французского польского немецкого американского британского спецназа они же не будут идти под американским флагом то есть у них для этого есть уже конкретно заготовка вот у них естественно это БЧБ знамя и они конкретно под вот этим флагом будут заходить и естественно будут использовать для медийного сопровождения предателей голорусского народа с так называемого полка Калиновского и там других подразделений вот для того чтобы делать медийную картинку и вот стараться максимально ввести в заблуждение и в невежество белорусский народ но с учетом того что сейчас слава богу технологический уровень и в Беларуси и в России достаточно высок плюс уже на протяжении двух лет трех уже фактически мы наблюдаем вот такую агрессивную политику то во многом уже подготовились к вот этим сценариям но ожидать нужно конкретно вот такой молниеносной стремительной атаки очень серьезном таком уровне у них все будет естественно самая лучшая самая вот новейшая надлыская техника которая во многом еще даже в некоторых странах НАТО нигде там на вооружении не стоит но у частной военной компании ВСУ или там вот что-нибудь с форматом БЧБ японском Калиновского там у них точно будет ну и таким образом они постараются захватить хоть несколько сел из этих сел уже естественно дронами бить стараться на всю глубину и естественно параллельно просить блок НАТО срочно введение дополнительных войск каких-либо миротворческих контингентов для того чтобы сохранить за собой захваченную территорию примерно по такому сценарию они будут действовать при этом блок НАТО сможет умыть руки и сказать что посмотрите а мы тут ни при чем это как бы белорусские добровольцы пришли освобождать Беларусь от страшной кровавой диктатуры ну как же не помочь скорее всего эту провокацию они будут делать сразу же после выборов в Беларуси это логично предположить они постараются синхронизировать это с попыткой организации каких-то народных восстаний и выведения людей на улицы для того чтобы максимально затруднить власть и сохранить конституционный строй то есть к этому я думаю что белорусские силовики готовы вот можно сказать они уже так сказать заготовили все необходимое для адекватной реакции по вот этим направлениям так что здесь нужно только пожелать удачи белорусским военным и белорусским силовикам для того чтобы все вот эти испытания которые грядут они прошли с высоко поднятой оловой и несмотря на все эти испытания все-таки отбили все эти атаки и сохранили мир на нашей земле я уже вскользь упоминал об этом и опять же многие говорили что и ВСУ и Запад если брать более широко этот вопрос пытаются подтолкнуть Россию к использованию ядерного оружия даже например тактического по территории Украины только не совсем понятно для чего вот чего они этим добьются если все-таки вынудят Россию применить ядерное оружие как вы считаете да это одна из целей которая можно сказать пули основных целей помимо сохранения частной собственности украинской земли и недр потому что ведь президент Российской Федерации четко обозначил что украинцы и русские это один народ и естественно применять ядерное оружие пускай даже тактическое на территории где проживает собственно наш народ это вот такой очень серьезный удар в первую очередь по процессу воссоединения а он является ключевым потому что ведь сейчас вот все больше и больше миллионов украинцев убеждаются что на самом деле русская армия это действительно освободители а вот оккупанты это понятно это полицаи это ТЦКшники это режим Зеленского это натовские наемники это сотрудники ЧВК НАТО ВСУ которые фактически не защищают интересы украинского народа является инструментом репрессий этого самого народа то есть и это осознание но в любом случае неизбежно приходит даже вот те украинцы которых на первых этапах загнали пропагандой воевать против русской армии они уже понимают сейчас когда вот столкнулись они на протяжении двух-трех лет с действительностью с реальностью они понимают что в любом сценарии блока НАТО они не будут побеждать русскую армию они просто должны умереть причинить максимальный вред то есть позитивного какого-то сценария с хиппи-эндом не будет и они понимают что сейчас им относительно хорошо платят но это лишь до момента их кончины а дальше уже собственно ну когда не останется никого ну тогда будут загонять либо там заграничных наемников где подешевле там с Колумбии там с Аргентины там как раз припадочный вот персонаж американский агент стал на пост президента и вот таким образом будут продолжать эту вот мясорубку которая им много выгодна и поэтому сейчас это одна из причин почему люди так массово просто уходят оттуда домой потому что понимают что они участвуют в чужой войне сценарий без хиппи-энда их мягко говоря не устраивает ну а они видят сколько сейчас их побратимов уже полегло как раз благодаря этому сценарию который не предусматривает хиппи-энда конечно они от этого не в восторге и естественно вот поэтому идут такие процессы а если говорить за ядерное оружие то процесс вот воссоединения при применении такого оружия он максимально застопорится может на лет 20-30 даже а это для вот нашей русской цивилизации это достаточно такой серьезный удар потому что ни для кого не секрет что мы сильны когда вместе и с учетом опять же вот и демографии Россия Беларусь и вот наша получается территория нашего государства это очень маленькое количество населения в сравнении например с Китаем с Индией с теми же там США и очень много ресурсов и территорий и англосаксы это также понимают что если вот русская цивилизация сможет вернуть к себе 20-30 миллионов украинцев то фактически если будет грядущая война с блоком НАТО уже прямая там либо другая против война то фактически украинцы русские белорусы они будут воевать единым строем и это категорически им не нравится и поэтому им важно спровоцировать Российскую Федерацию на применение тактического ядерного оружия и уверен что подобные операции англосаксы готовят они готовят подрывы тактического ядерного оружия уже сами потому что как мы знаем только НАТО много ядерного оружия и я уверен что Кулуана Российская Федерация предупреждает западные страны что если они будут подрывать свое ядерное оружие выдавая это за то что это якобы Россия ударила ядерным оружием то будут последствия неотвратимы и только это сдерживает я уверен западные страны от таких сценариев когда фактически будет просто провокация когда страны НАТО взорвут ядерные заряды на территории оккупированной блоком НАТО бывшей Украинско-Советско-Социалистической республики будут пытаться выдавать это за то что это Россия якобы ударила англосаксы понятно они нам добра никогда не желали особо и последнее что им нужно это воссоединение трех братских народов Белоруссии и России и Украины но здесь больше всего поражает цинизм киевского режима который готов пожертвовать своими гражданами в данном случае ради чего потому что ядерное оружие это не сотни тысяч это миллионы человеческих жертв и зараженные территорией на долгие годы вперед дело в том что никаким суверенитетом там никто не обладает и с 14 года к сожалению я вынужден констатировать что Украины как независимого государства и его больше нет и уровень зависимости от западных стран к 22 году он только усилился говорить при этом за некий формат суверенитета что там где-то кто-то может противодействовать посольству США или посольству Британии я бы не стал потому что мы видим что все ключевые процессы контролируются именно оттуда я скорее к чему клоню неужели в украинском руководстве я понимаю что там тщательно все зачищено неужели нет ни одного человека который может подумать о будущем своего же народа украинского конечно могут эти украинцы называются партизанами и они делают все возможное для того чтобы натовские оккупанты поскорее бежали с нашей земли если там чиновники на разных уровнях такого же мировоззрения они тоже так же действуют в сферу своих возможностей где они находятся они так же понимают что они же не могут говорить о том что эй в какой партизанский отряд вступить они делают то что должны делать на своем посту и это также приближает нашу общую победу таких людей я точно знаю что их очень и очень много вам Дмитрий спасибо большое за эту беседу за то что нашли время и развернуто и интересно ответили на мои вопросы благодарю и спасибо и спасибо Продолжение следует...